В Чувашии прошел традиционный день главы и муниципального служащего. Работники органы местного самоуправления решили не просто поздравить друг друга с профессиональным праздником, но и провести спортивные мероприятия. Приехал на Карлышскую поляну в Маргаушский район и в Рио главы Чувашии Михаил Игнатьев. Весь день главы местного самоуправления, сотрудники администрации районов и сельских поселений соревновались в комбинированной стафете и силовом троеборье. Состязались на волейбольной и футбольной площадках, сдавали нормы ГТО. Михаил Игнатьев в приветствии участников отметил, что в этот день люди, которые организовывают праздники для других, сами могут отдохнуть, порадоваться успехом. Ключевыми показателями являются в реальной жизни это естественный прирост населения. За последние годы мы добились этого. Во-вторых, продолжительность жизни у нас увеличилась на два с половиной года. Количество долгожителей увеличилось на 18%. И количество многодетных семей увеличилось на 25%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что органы власти выстраивают правильное отношение с нашими жителями, нашими семьями. Семьи уверены в завтрашнем дне, уверены в том, что общественно-политические стабильные ситуации сохранятся в среднесрочной, долгосрочной перспективе. И те задачи, которые ставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по выполнению указа президента от 7 мая 2019 года, мы их сполна выполняем. В комбинированной стафете, которая включала в себя плавание на 50 метров кросс на 300 метров и езду на велосипеде на 1 километр, победила команда администрации столицы республики. А глава Чебоксар получил приз зрительских симпатий в конкурсе «Коси коса, пока роса». Здесь проигравших нет. Выигрывают все, кто участвует в этом конкурсе. Я думаю, что выигрывают хорошее настроение. У всех, конечно же, здесь необходима удача. А самое главное, наверное, здесь вот это складывается командный дух. Михаил Игнатьев вручил знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской республике Леидии Никитиной, сотруднику администрации Аликовского района. После торжественного открытия праздника состоялся волейбольный турнир между сборными глав администрации районов и городов и главами сельских поселений. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.